Все привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Пока всегда на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Мы в полном составе отправляемся в город Мармарис. Делаем вторую попытку там погулять, что-то посмотреть, что-то посетить, покушать, отдать компьютер в ремонт. Надеюсь, прямо в этом выпуске нам его починят. Я вам предлагаю вместе с нами провести сегодняшний день, ставить лайки, писать комментарии. И, конечно, погнали. Мы заехали вот в такой вот прекрасный дом. Он же вилла. О, соседи точно растут бананы. Смотрите, вот прям на ветке. Крутяк. А еще я, кстати, недавно узнал, что бананы никогда не дозревают на ветке. Они всегда начинают портиться, поэтому их всегда срывают заранее. И только так они дозревают, прикиньте. Где мы живем, обзор нашей новой квартиры, она же вилла, можете посмотреть в предыдущем видеоролике. А мы погнали в Мармарис. Живем на горе. У нас открывается весь вид на дачу. Прекрасное место для жизни. Именно поэтому мы здесь и заехали, решили все вопросы, которые не могли решить ни в одном городе. И решили здесь остаться жить. Вот так вот. Мы когда заезжали в дачу, мы не видели вот этот шикарный вид, потому что он нам светил и показывался в спину. А вот сейчас мы выезжаем из дачи, и это такой шикарный вид. Как же классно жить, когда рядом есть горы. До Мармариса нам ехать 70 километров. Это примерно час 10. Здесь будет серпантин. По пути будут родники. Хочу набрать воду из родников. Взяли с собой 4 баклажки по 5 литров. И, коль у нас здесь горит, что нам хватит топлива на 120 километров, нам нужно будет заправиться. Перед ней виднеется заправка Shell. Именно туда будем заезжать. Заодно я сейчас вам покажу, как работают здесь заправки. Они немножко отличаются от наших привычных. Так, поворачиваем на заправку. Ух ты, как подешевело топливо. Вы только посмотрите. Моторин 25.17. Это еще на 1.5 лиры дешевле. Вот это я понимаю. Дизель. Правильно. Ну, собственно, он заправляет полностью сам. Здорово. Никуда ходить не нужно. Чистяк, а потом он. Да, и, как правило, правильно, как он говорит, на каждой заправке еще моют стекла. Собственно, пошла заправка. Литр стоит 25.12. Вообще красота. Вот они, видите, что-то тут пишут, размагничивают и все. И пошла движуха. Что-то у нас не хочет заправка заправлять. Да нет, все пошло. И обязательно оставляет донатик. Бакшиш. Так, хватит на 400 километров красота. И еще на каждой заправке есть мойка. Здесь мойки, они такие, знаете, всегда открытые. Здесь нет никаких кабинок, ну, как правило. Просто подъезжаешь и моешь. Вода на сколько-то там минут стоит 4 лиры. И пена тоже 4 лиры. Я обычно закупаю по два раза того и того. Ну, в среднем мне обходится помыть машину там типа в 30 рублей, что очень дешево. У нас у всех в жизни бывают разные финансовые ситуации. И когда идет взлет, это, конечно, очень хорошо. Но когда вот идет провал, это плохо. И бывает такое, что провал затяжной. Ты не знаешь, что делать. И не знаешь, кому обратиться за финансовой помощью. И на самом деле можно занять денег у знакомых, у родственников. Но такие обращения, они не всегда комфортные. Как правило, каждому приходится переступать через себя. Кто-то бежит, берет какие-то микрозаймы и еще что-то, какие-то кредиты непонятные. И влезает в такую кабалу. А на самом деле, рядышком, совсем рядом есть решение. И сейчас я хочу порекомендовать вам кредитную карту Альфа-банка. Вы знаете, такая кредитная карта есть даже у нас. И это очень крутая карта, потому что Альфа-банк, когда мы ее оформляли, это было самое лучшее условие по кредитной карте. Таких условий не было нигде, никогда, ни в коем случае. Тогда банк давал 100 дней без процентов пользоваться картой, не платить проценты вообще ни рубля. Но сейчас Альфа-банк пошел еще дальше, и они сделали целый год. Представьте, вы оформляете карту, пользуетесь этими деньгами и не платите процентов вообще на протяжении целого года. По моей ссылке в описании вы получите не только целый год без процентов, вы получите еще пожизненное бесплатное обслуживание навсегда, без каких-либо условий. А еще, когда вы получите эту карту, отправитесь в магазин совершать первую покупку, потратите более 1000 рублей, вам кэшбэком вернется 1000 рублей. Представьте, 1000 рублей потратили, 1000 рублей заработали. В общем, ребята, ссылочка на эту карту есть в описании. Переходите, оформляйте, пользуйтесь с умом. Решили сразу заехать на источник, сейчас вот поближе покажу, вот тут какая-то еще даже надпись есть. Так, вот, собственно, льется водичка, написано... Ибрагим Каракас Айлесия Рима Патихар. Так, ну, не знаю, насколько хорошая вода, проверим. Вот у нас бутылки, нате, парни, открывайте, набирайте. У нас еще есть двадцатка, поэтому затаримся как следует. Едем дальше, посмотрите, какая красота. Сеченные горы, они еще и красные, на минуточку. Ну и, конечно, серпантин. Да, в последнее время в моей жизни стало очень много серпантинов. Вот еще источник. Какие виды? Острова, гляньте, сколько, четыре. Четыре острова. А здесь какие виды? Вот это да, мы сейчас будем туда выше еще забираться. О, я не могу с этих дорог вообще, это какая-то неописуемая красота. Мы поднялись на вершину и сейчас спускаемся. Ну и, конечно, посмотрите, какая красота. О, в фури тяжко сейчас, заболзает. Сейчас начнет сегодня затяжной спуск. О-о-о, вот это да, что-то нереальное. Смотрите, какой крутой вид на Марморис. Мы приехали. Я хочу сказать, что это адские 70 километров, но они безумно красивые. Серпантин, конечно, вообще затяжной, серьезный. Там хоть и нету каких-то таких поворотов, знаете, типа на 180 градусов и так далее, и тому подобное. Но он постоянно вот такой вот, вот такой вот, вот. Ладно, пойдемте отдавать компьютером. Сейчас, чуть позже, расскажу, что и как. Так, сейчас будет процесс. Вот он, новый экран. Почти снимаем. Почти сейчас его вытащат. И еще он сразу предложил заменить здесь термопасту, что, конечно, я согласился. Заменить термопасту будет стоить 100 лир. А термопаста это 100. Так, и вставляем сейчас новый экран. Ну, как новый, бэушный. Надеюсь, все будет работать. Сейчас посмотрим. Так, мы включили. И все, вроде работает. Наверное. Сейчас будем проверять. Я снова счастлив. Компьютер заработал, все работает на экране, все нормально. Экран хороший. Блин, спасибо парню. Ребят, вот просто чисто от души я оставлю его контакт в описании. Если вдруг вы столкнулись с такой же проблемой, как столкнулся я, вы можете обязательно к нему обратиться. Вот от меня проверенный человек доставит любую запчасть. Вы сами помните, что в сервисе, ни в одном сервисе провалялся компьютер. Никто не мог найти экран, никто не мог помочь. Заряжали цены. Здесь, получается, ремонт не обошелся. Финально в 5500 лир. По курсу 3,5. Вот тут конвертация будет. Сами посмотрите, сравните, например, с российскими ценами. Но эта цена хорошая. Поверьте мне, заряжали по 8,5 тысяч лир. И 7500 заряжали. И 500 долларов заряжали. Короче, кто во что гораст, он сделал. Вот по такой цене. Я говорил, что кабель придется выкупить. Нет, он завтра приедет в дачу. У него там свадебная фотосессия. И я ему передам его. С этим мне, конечно, тоже повезло. Припарковались на набережной? Ну, 3. А, я не знаю. Потом оплачу, да. Финиш, финиш, окей? Ну, пищи. Окей. Накид. В общем, сколько мы будем по времени гулять, я не знаю. Оплатил на 2 часа 29 лир. Берем колясочку. Ветровочки. Ветер сегодня сумасшедший какой-то. И пойдем гулять. Мы прям совсем немножко показывали вот эту часть города Марбариса. Посмотрите в том видеоролике. Я ссылочку оставлю в описании. А сейчас пойдем в другую. Хотим дойти здесь до замка, который так и называется. Замок Марбариса. Я его уже отсюда вижу. Прогуляться по набережной. Еще зайти на базар. Здесь такой огромный крытый базар. Типа а-ля Стамбульский. Посмотрим. Ветрище сегодня, мама не горюй. В бухте такие волны. Кайтсерфер, виндсерферы сразу катают. Причем катают сегодня за счет ветра на бешеной скорости. А я кайфую иду от вот этих высоченных пальм. Просто Майами. Знаете, главное отличие дачи от любого города в Турции? Например, Камам. Здесь в даче всегда пропускают пешеходов. Может быть, это связано из-за того, что там огромное количество греков проживает. Но вот нигде так не пропускают, как там. На набережной, где начинаются вот эти катера, яхты. Здесь как раз и начинается вот Капали Карши Гранд Базар. Вот хочется здесь пробежаться. Единственное, что почему-то нет прохода. А, вот проход лабиринтный. Интересно, как выглядят эти базары, конечно. Но, видимо, то, что сезон закончился, многое что закрыто. Кому базара, кому еда. Понятно. Пошли цены на бургеры. Да, ну печально. Ну хотя бы ладно, поймать немножко атмосферу. Просто я здесь видел фотки, здесь прям все так навалено, здесь витрины стоят. Все продают туда-сюда. Но пока, видите, самые такие. Я вообще таких предпринимателей уважаю, которые, знаете, вот все закрыто, но они работают. Вот прям красавчики. Как знаете, есть такая история, как когда что-то открывается на хайпе, люди снимают сливки, а потом остальные все, крошки доедают. То здесь то же самое, только в обратную сторону. Вот, смотрите, немножко по ценам всякие кофты, 200 лир ветровки, по 200 лир в Мирабая, всякие сумки. Короче, здесь можно найти, я не знаю, от батона до роликса. Вон, можно прически сделать, там, типа, косички вплести, одежда, бренды. Я не знаю насчет прям оригинальности, но, тем не менее, здесь огромные магазины встоков. Типа оригинально, которые сливают. Но, в целом, неплохо. Такой садовод огромный, знаете. Но, гораздо дешевле, в любом случае. Вот, типа, вот, смотрите, шуба, луишечка. Кому отправить? Большой рынок. Чайнички, сладости, кружечки, кроссовки. Да, здесь, кстати, много местных кафещек. Вот, например, смотрите, футболка Гант, 100 лир. Прикиньте, это 350 рублей, 340. Я не знаю, насколько она оригинальная. Гадет, конечно. Но Гант, это прям прикольная тема. Ну, качество классное, вот именно что. Вот, представляете, кто-то ходит на работу, а кто-то выходит из квартиры. Это подъезд, вы видите? Прикольно. Чикс вышел и, короче, сразу на рынок. Хотим мирошки взять, короче. Кеды. Вот, смотрите. Найки, Джорданы. 300 лир. Ну, тысяч рублей, грубо говоря. Вот такие вот, что они? Ну, черные, зачем они? Маленькие? Маленькие? Смол. С 20? 20 есть? Есть вот такие вот. Прикольные. Ну, не смогли мы мимо пройти и купили верошки. Вот такие вот, знаете, Джорданы. Нравится тебе, сын? Эй, пошли. Все, пойдем. Пойдем. Пошли. Хорошо. Как пропелки. Спасибо. Все, ему прям нравится. Он прям вцепился в них и говорит, не отдам. Огромный-огромный базар. Это еще при условии, что огромное количество палаток здесь закрыто. Сразу с базара попадаешь снова к морю. Здесь куда бы ты ни пошел, всегда попадешь к морю. А, мы здесь на машине разворачивались и уезжали уже в ту сторону. Ой, серф стоит. Волнение в море. Пойдемте поближе подойдем. Здесь свет вообще красивый в море. Смотрите, какая красота. Ооо, какой ветер. Сдувает. Здесь классная кафешка такая. Фритон кафе. А мы пойдем в ту сторону дальше. Какая классная скульптура. Девушка держит голубя. Даже двух получается. Мы пытаемся попасть в этот замок. Вот он виднеется за этими постройками. Но как-то пройти пока непонятно. А вот ребята идут. Наши зрители узнали, подошли, поздоровались. В общем, вам так привет. Если будете смотреть этот выпуск. Мне еще нравится, как здесь сделаны лавочки. Смотрите, садишься просто. Вот так вот. Вот так вот сел. И наслаждаешься видами. И морем. Где-то там дожди уже льют. А у нас пока хорошо. Ну вы только посмотрите на эту прекрасную архитектуру. Вот она Марина. Они восхищаются, славян. Все уже пишут, хватит восхищаться. Я говорю, когда в России путешествовали, восхищались. Ой, да что ты этим восхищаешься? Здесь приехали, а теперь ты тут всем восхищаешься. Как где не восхищайся? Никому не нравится. Мы везде будем восхищаться. Мы в деревню приедем, мы будем восхищаться горой. Потому что мы их не так часто видим. Так, пойдем волны ловить. Смотрите, здесь бьет волна. Здесь такая очень интересная площадь. Здесь, видимо, компас вот так вот выложен. И самое, что классное, по-моему, вот в натуре, вот прям так, вот в реале, я третий раз вижу американский флаг. Два флага мы видели в Грузии. Американские там какие-то базы стоят. А здесь прям вот это судно, оно американское. По-моему, вот этот флаг, это то, что куплено в Америке. А вот этот верхний флаг турецкий, это значит, что хозяева у турки, у яхты. Такое волнение, столько мусора сюда в бухту набило. Бьют волны. О, Роджин решил поэкстремалить. Смотри, аккуратно, потаскивать придется потом, сынок. Ах. И вот с другой стороны этот замок. Вообще очень круто сохранился даже вот так вот внешне. Надеюсь, сейчас получится как-нибудь обойти, попасть. Здесь огромное количество заведений, ресторанчиков. Ты посмотрела цены? Сейчас здесь по ценам. Ну, здесь 63 в суд. А, 63 в суд? Ну, Маврис, он сейчас самый дорогой, наверное, от тех, где мы были. Да, сейчас что до Бодрума доедем, там посмотрим. Да, ну, как бы, относительно, да. Ух ты. Смотрите, как Чайка борется с ветром. Я вот буквально только что говорил, что вижу третий раз в жизни вот такие вот прям флаги Америки, как просто идем, и посмотрите, еще катер с американским флагом, еще катер с американским флагом, следующий, еще с американским флагом, но персонал весь русский. Смотрите, какая заряженная. Там же и водники стоят. Да, это вам не хухры-мухры. А здесь вот такой памятник детишке с флажками, с самолетиками, с удочками, с шариками. Слушайте, вот мы идем, и я просто охреневаюсь. Сколько же здесь денег припарковано? Это просто, я не знаю, десятки, сотни, тонн, тысяч, тонн бабла по лету. Я не знаю, как это сказать. Просто четырехпалубные. У-у-у, какие у них цены. Вот так вот люди живут. Просто, просто невероятно. Реально самая шикарная марина, да? Здесь, кстати, вообще рыбалка даже запрещена. Но это вот просто, видите, они здесь запитываются, у них есть вода, свет, они вот так питаются и вот так вот живут в яхтах. Мы когда встречались в Финнике с нашими зрителями, они тоже живут в яхте. Ну, у них, конечно, такая яхта, попроще, но тем не менее, стоит не дешево, ни хрена. И там тоже люди написали, да что, типа, можно снять квартиры, зачем так жить? Это вот то же самое, что люди по-другому на жизнь смотрят со своей призмой. Вот им лучше в квартирах, а людям лучше в яхтах. Нам лучше в домах, в автодомах и так далее, и тому подобное. У каждого своя призма жизни. Зачем просто это все писать? А еще с такой ноткой негатива. Как говорит, сначала купить такую яхту, а потом уже говорить, что лучше, а что не лучше. Я вот к тому. Кайф. Так, а дальше мы здесь попадаем на целу Марина Ализаверис Маркази. Не знаю, что это значит. Ну, пойдемте посмотрим. Вот у них получается здесь своя инфраструктура, у них есть заправка. Есть магазин Мигрос Марина, кстати, вот вообще в каждой Марине, вот, например, в каше мы видели тоже, у них на территории Марины есть Мигрос. Видите, там футбольные, теннисные корты. Здесь какие-то лодки попроще, но это, видимо, такие рыболовные. И дальше кафе, рестораны. А так люди живут. Дали пять. На столь Марина. Такие туфельки. Не, не нужно, сыночек. Это все подсвечивается в вечернее время. Вот у них гирляндочки, все так одето. Да, здесь такое уже не базар ни разу. Когда мы только приехали сюда в Марморис, мы хотели именно на вот этой вот улице и снять квартиру. Ходили, смотрели тоже в выпуске. Посмотрите, вот в этом вот доме. И нам она не зашла, потому что была холодная. Плюс полы ледяные. Она не солнечная квартира. Ну и у нас денег было только на два дня. Они сказали, что только на неделю сдадим. Вот. А на оплату, типа, в понедельник. Ну, как бы два дня пройдет, а потом я заплачу, когда деньги сниму. Они не согласились. Но зато, пока мы здесь катались, искали парковку, нашли вот такое вот местное заведение, где супы по 20-25 лир. Это прям местная кафешка. Здесь цены просто огонь. Нам начинают приносить. Мы еще взяли Ирану. Хлебушко. Но я, ребят, не знаю. Да, пирожка у нас распробовал Иран. И постоянно его просит. Вкусно-тичный. Иран. Я тоже люблю Иран. И папа любит все. И чечевичный суп, где эти разы. Иран. Иран. Чечевичный суп. Это очень вкуснейший. Я не знаю, как они его готовят, но он безумно вкусный. Мы здесь все его распробовали. И он... И все прям детки его кушают. Обязательная нотка сюда лимона выдавливаешь. Потом все аккуратненько перемешиваешь. Наслаждаешься вкусом. Правильно? Маленький лимончик. Ну да. Кто-то с трубочки пьет этот суп. Ешь. Номерочки вот так вот. Ничего у нас трубочки пьет. Вот так вкусно сенок, да? Я же говорю, мы распробовали вот все. Такая вкуснота оказывается. Вот это да, вкусно, вкусно. Ой, хорошая. Вон, почти тарелку хлеба убрали. Но суп-то, естественно, доели. Я вообще уже на самом деле сытый. Но насенка моя нет. Поэтому она еще заказала вот такие огромнейшие бургеры. Прям вот, как говорится, из домашних продуктов. Видите, даже такие огурчики. Своего посола походу. Вы не поверите, но мы просто, я не знаю, пожрались на 220 лир. Да, 220. Я отдал 250. Она такая, типа, пеший. О, типа, спасибо, спасибо. Вот, в итоге мы уходить. Она раздала всем еще по конфетке. К детям, к детям. Такое замечательное отношение. Я не знаю, я в каждом выпуске, наверное, про это говорю, но это настолько приятно. Вот мы сейчас сидим, и я на съемке говорю, вот ты представляешь, вот у наших детей складывается какое понятие о мире и о людях. О том, что им все улыбаются, их все трогают, берут на ручки, машут, щупают, что-то им дарят. И это настолько, настолько круто. И вот с набережной мы впадаем вот в такую красоту. Там что-то фоткаются, сфотографируй, 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 сфотографируй. В общем, она точно сейчас сфотографирует. Здесь что? Здесь, наверное, вход в нее, а может быть, нет. Но здесь есть площадь и какие-то указатели. Не знаю, сейчас попробуем найти, где вход, а возможно, даже вход на платный будет. Там опять вот эти какие-то статуэтки, чугунные. Ух ты! И очень-очень красивый проход. Посмотрите, как тут красиво какие домики. Здесь прям сто процентов очень крутая фотосона. И вечером, как обычно, своя атмосфера. Ну, вот мы и дошли. Пока идешь, конечно, очень красиво здесь они сделали, отреставрировали здания, покрасили цвета. Это музей с 8.30 до 17.00. Я не знаю, мне кажется, вход сейчас будет платный, туда всякие улочки уходят. Собственно, вот она крепость, замок. Пойдемте узнаем, если платный, не пойдем, да? Носенка пошла узнать цену. Я только что увидел, что здесь такие стоят старинные пушки, которые вот покоряет Радюшка. Сколько? 50? На самом деле, прикольно, я тоже поднялся сюда. Пока стоишь информацию, читаешь, можно посмотреть все, там такая маленькая территория. Собственно, мы не пойдем. Достаточно посмотреть вот так вот, на нее вот так. Мне кажется, гораздо интереснее прогуляться просто рядышком по этим очень узким и очень красивым улочкам, которые так и манят фотографии. Просто расчехляйте фотик, расчехляйте телефоны, камеры. Вообще, красота. Смотрите, как красиво. Необычно. очень узко и какая-то дверь. Она была, теперь какая-то сейчас свалка. И вот видите, проход, проход к морю. Туда тоже узкие проходы, сюда узкие проходы и море. Я в Мармарисе зашел на почту, ради прикола обнали деньги, захожу, там очередина. У всех этот бело-желтый бланк на получение денег. Я подхожу на кассу, говорю, корона пей бланк. Она пишет мне, ноу, ноу, мани, все, типа, я говорю, во прикол. Вот так вот, большие города. Минусище из-за наплыва. Здесь ни очередей, ничего. Красота. Зашел спокойненько, заполнил бланк, денежку забрал. Класс. Здесь же мы открыли карту без каких-либо депозитов. Совершенно бесплатно, за 30 минут мне все открыли и теперь мы просто так же через корону пей закидываем денежку, только получаем не наличными, а на карту. И вот сейчас как раз поеду, сниму, посмотрю на лимит, можно ли снять пятак. Даст. Пятак он мне дал. Красава, удобно. Единственное, что теперь нужно попробовать снять чуть-чуть побольше, понять лимит. Вот на Денисбанке я знаю, что лимит в сутки 5000 лир. Здесь вроде пятак дал. вот мы дома. Я не знаю, вот честно, вот сколько вот мы ездили, сколько пытались снять что-то, не получалось по разным причинам, рассказывали уже, возможно, запишем отдельный выпуск, и вот сюда приехали, вот так вот все, вот так вот прям, все решили, и сейчас, когда мы приходим домой, погуляем, возвращаемся, вот прям реально как себя домой. эта вся красота, которая здесь, красота, которая вот видна вот здесь, вот у нас. Посмотрите, какая красивая. Темка, хороший дом у нас? Хороший дом? Да, смотрите, какая красота. Вот здесь вот просто можно сесть, взять баночку холоденькую так и позалипать. Ну, в моем случае это минералочка. Красота. Ну, теперь дома делаем включение. Где же будет работать? В очереди его, он будет. Так, 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 так. Видите? Ага, тыблочка есть, а тут тыблочка горит. Все, красота. Такое же, как был. Ну, да. так, мы на днях купили барашку. Много. Здесь, наверное, примерно полтора килограмма. Как увесисто. Сегодня нормально ее поедим. Так что, я пошел быстренько разжигать костер, пока будет угли прогорать, я замариную мясо. У нас уже дело к вечеру. Вообще-то в этот раз у меня прям очень быстро получилось развести. Так, я беру мяско и пошел его закидывать. У нас тут такая вкуснота получается. Все готовится. Короче, вот эти печки прям зачетные. Прям от души. Вот это регулируется по высоте, пока еще костер горел, я положил овощи. Баклажаны это всегда долго же запекаются. В итоге, вот уже все. Смотрите, какое мягкое красота. Ну и там непосредственно уже барашек. Кошки слетились вон тут. Думают, что и мясо дадут. Они борются за него. Но нет, никто им ничего не даст. Мирошка общается с бабушкой и с дедушкой и им по-турецки говорит мираба. Мираба, скажи. Мираба, скажи. Мираба. Мираба. Булей-булей. Нет, это он говорит бай-бай. Ну вот и все. Кошки, я надеюсь, вы прямо сейчас на меня не нападете. Вот такая вот красотища у нас получилась. Маритик, какая красота. Ну и финально еще вот, пожалуйста, картошечка подъехала. Ой, как вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok